Дорогие друзья, уважаемые коллеги, меня зовут Моисеенко Фёдор Владимирович, я являюсь заведующим отделением химиотерапии в научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи, который расположен в Санкт-Петербурге. Я очень благодарен организаторам за возможность выступить на конференции «Актуальные вопросы иммунотерапии в солидных опухолях». Темой моего выступления является возможность и наше представление о целесообразности и эффективности использования неоделанктной терапии, ну и, наверное, в большей степени то, чего мы ждем от нее в будущем и надеемся на то, что не довелся в будущем. Что объединяет большинство солидных опухолей? К сожалению, это то, что на локализованных стадиях, на стадиях, когда опухоль носит еще маленький, небольшой характер, не распространилась на регионарно-репатические узлы. К сожалению, проведение радикального хирургического удаления этих опухолей, даже с соблюдением всех поры довольно сложных показаний для выполнения и требований к выполнению радикального исчезления, и, к сожалению, не всегда это приводит к излечению пациента. Опухолей рецидивирует в виде локального процесса или появляются отдаленные изменения, и дальше это требует либо активации других вариантов локального лечения, или, возможно, в какой-то ситуации перехода на системное лечение тогда, когда радикально вылечить образование нельзя. Так или иначе, к сожалению, рецидив заболевания определяет выживаемость пациента, определяет, к сожалению, не всегда удовлетворительные показатели. Здесь, на этом слайде, для примера, я позволил себе привести вам показатель выживаемости, безрецидивную выживаемость пациента с неболкотлешным раком легкого, различными стадиями, и пациента с меланомой. К сожалению, тогда, когда опухоль распространяется за пределы первичного образования, поражает эмпатические узлы, в значимой степени снижает вероятность отсутствия рецидива. И, к сожалению, говорит о том, что практически наверняка в отдельных ситуациях рецидив будет, и через какое-то время это является предметом обсуждения. То, к чему мы стремимся на настоящий момент, это повышение безрецидивной выживаемости, то есть влияние на вероятность и сроки до возникновения рецидива, когда он всё-таки появляется. И здесь мне хотелось привести в качестве кривых прорывное исследование этого года, те данные, которые нас значительно всех поразили. Это данные использования семертинив у пациентов с мутацией на вине рецептора эпидермального фактора роста после радикального хирургического лечения. Мы можем делать профилактическую химиотерапию, которая показана всем пациентам, начиная со второй стадии. Можем не проводить это лечение. Так или иначе, таргетное воздействие значительно повышает показатель безрецидивной выживаемости. И, собственно, здесь тот вопрос, который остаётся, к сожалению, сейчас открытым, это то место, которое принципиально отличает возможности таргетной терапии, которая редко приводит к излечению пациентов. К сожалению, даже настолько высокоэффективные препараты, как и семертинив, крайне редко позволяют пациентам излечиться возле качественного новообразования. В отличие от химиотерапии, например, которая, безусловно, менее эффективна у пациентов на круг, то есть, если мы берём даже у любых пациентов, эффективность химиотерапии с точки зрения частоты объективных ответов, времени без прогрессирования, меньше, чем у таргетной терапии, у специфической популяции пациентов с наличием мотивирующих препаратов. Тем не менее, химиотерапия позволяет повысить вероятность излечения, потому что приводит к уничтожению опухолевых клеток и эрадикации всех клонов, соответственно, пациент оказывается здоровым. Похожая история с иммунотерапией, и именно поэтому этот метод воздействия относительно новый постепенно увеличивает свою роль при ранней стадии заболевания. Мы знаем, что при многих опухолях иммунотерапия, даже те препараты, которые имеются на рынке на настоящий момент, PD-1, PD-L1, PD-3, PD-3, L4, она уже зарекомендовала себя для пациентов с распространёнными заболеваниями и постепенно появляется у пациентов с ранними формами. Надо сказать, что с точки зрения эволюции адеватной иммунотерапии, практически верно, как в рамках этой конференции, об этом пойдёт речь, иммунотерапия наиболее широко на самом деле используется при меланомии кожи. И мы знаем, что эпилемумаб позволяет снизить риск рецидива относительно плацебо. При этом неволумаб, антипедиатин, монопональный антител, несколько лучше, чем эпилемумаб. Мы знаем, что эмбролизумаб лучше, чем плацебо, и это данные этого года. В будущем мы, возможно, будем ожидать результатов комбинированного неволумаба и эпилемумаб. Но мы уже сейчас знаем, что у пациентов спидели негативные меланомы и это исследование оказалось негативным. К сожалению, недостатком адювантного лечения, о котором все говорят, является то, что мы берём всех пациентов на круг. И мы, проводя лечение, не можем предположить, у кого это лечение будет более эффективным. А безусловно, даже с точки зрения чувствительности к иммунотерапии ситуация представляется настолько сложной, что ни сейчас, ни, по-видимому, в ближайшее время мы не сможем однозначно сказать, у кого из пациентов иммунотерапия работает, а у кого нет. И это не позволит селектировать отдельных пациентов для проведения адювантной иммунотерапии на основании каких-то молекулярно-генетических или биологических особенностей течения этого процесса. А это, к сожалению, не позволит, во-первых, избавить часть пациентов от риска нежелательных явлений, которые, безусловно, появляются на фоне использования иммунотерапии. Безусловно, это не позволит снизить экономическую нагрузку на систему здравоохранения, потому что большинство этих препаратов дорогостоящие. Требуется длительное лечение. Большинство препаратов, то есть каждые 2-3 недели, иногда 4 недели требуются повторные визиты пациентов с обследованием. Оценка безопасности проводимого лечения. Поэтому, безусловно, большие усилия, большие надежды направлены на то, чтобы переместить лечение на неодевантный этап. На этап до операции, когда небольшое, ну, относительно системного распространения опухоль еще только начинает взаимодействие с организмом, и воздействие, возможно, на вот это взаимодействие, воздействие на иммунные механизмы этого взаимодействия может по-другому влиять на эффект иммунотерапии. Об этом я скажу чуть позднее. И уже сейчас есть несколько примеров, когда относительно нечувствительной иммунотерапии опухоли по-другому реагируют на те же самые препараты, но введенные до периодичного хирургического лечения. По-видимому, здесь имеют место те закономерности, которые еще предстоит изучить в будущем. Одним из таких примеров является колоректальный рак. И вы видите, неодевантное использование. Ниволумаба приводит к крайне высокой частоте объективных ответов. Безусловно, большая часть из них наблюдается у пациентов с медицином, репарацией спаренных оснований. Тем не менее, на самом деле, похожие эффекты наблюдаются и у пациентов с профицитной этой системой, что, безусловно, требует дополнительного изучения и объяснения, потому что такой глубокий эффект иммунотерапевтических препаратов, которые довольно часто сопровождаются полным патомарфологическим регрессом, может являться предпосылкой к длительному, безрецидивному течению и, возможно, даже извлечению пациента от опухоли без выполнения хирургического лечения. Кроме опухоли толстой кишки, у нас есть довольно большой теперь уже объем данных для неволумабаторной терапии, резиктабельных опухолей легкого. Я покажу эти данные несколько позднее. И точно так же, как и при опухоли толстой кишке, предоперационное использование иммунотерапевтических препаратов, в данном случае неволиватное использование педиагин-ингибитора, приводит к значительно большей частоте регрессов, чем мы наблюдаем у пациентов с системным процессом. И одним из возможных подтверждений этому являлась работа на глиобластоме, которая показала фактически отсутствие чувствительности к системному воздействию антипеди, один антипеди или один ингибитором. Тем не менее, эти же препараты, введенные до хирургического лечения, позволяют существенно повысить время беспрогрессирования, позволяют добиться тех эффектов, которые мы не наблюдали. И одним из возможных объяснений этого является отсутствие системной иммуносупрессивной действия опухоли, опухоли, которую она оказывает, когда достигает уже системного этапа заболевания, когда появляются отдельные изменения. И здесь мы, собственно, и повторно поднимаем вопрос о целесообразности использования, возможно, моно-иммунотерапии, возможно, комбинированной иммунотерапии, или комбинации иммунотерапии и химиотерапии у пациентов с обирательными, с локализованными процессами. Безусловно, есть много преимуществ использования иммунотерапии. от использования меводевантного лечения. Уменьшается объем опухоли, облегчается довольно часто для хирургов доступ и, соответственно, облегчается выполнение хирургического лечения в условиях меньшего объема опухолевого процесса. Тем не менее, здесь же можно обратить внимание на минус иммунотерапии, потому что многие хирурги отмечали присутствие, по-видимому, неспецифической воспалительной реакции, которая, например, очень актуальна для опухоли легкого и в значительной степени осложняет выполнение радикального хирургического лечения. Безусловно, наверное, важнейшее значение для неодевантной терапии и целесообразности ее использования имеет предиктивную и прогностическую роль достижения полного регресса на фоне иммунотерапевтического воздействия. Достижение полного патоморфологического регресса или большого патоморфологического ответа, есть разные критерии, которые разработаны для разных условийных опухолей, позволяет определить ту группу пациентов, у которых, вполне возможно, будет достаточно этого иммунотерапевтического воздействия. И, вполне возможно, в будущем мы придем к тому, что этим пациентам не нужно будет выполнять следующие этапы хирургического лечения, которые, не будем скрывать, довольно часто у нас отхалечащие характеры. Безусловно, даже негативный ответ, то есть недостижение какого-то глубокого патоморфологического ответа является предиктивным фактором, который позволяет нам сказать о том, что опухоль по каким-то неизвестным причинам пока не настолько чувствительна к иммунотерапии, насколько нам бы хотелось. И, соответственно, возможно, это требует перехода на другой вариант лечения. Конечно, при использовании, при неодевантном использовании препаратов есть возможность оценить и понять, насколько эти препараты эффективны, как они работают, и быстро получить представление о том, имеет ли смысл продолжать исследование этих препаратов у данной группы пациентов. Конечно, в ходе неодевантного лечения мы быстро получаем опухоль до и опухоль после этого воздействия, что, безусловно, является уникальной моделью для изучения механизма действия препарата и определения прогностических факторов, которые позволят в дальнейшем определять наиболее чувствительную к лечению пациентов. Отдельный нюанс, отдельной особенностью и минусом неодевантной терапии является, безусловно, то, что она фактически в любом из возможных форматов приводит к удлинению этапа до выполнения реликального хирургического лечения, что, к сожалению, не может не вызывать тревогу, потому что на настоящий момент 100% эффективных препаратов у нас, к сожалению, нет. И мы не можем со 100% уверенностью сказать, что данному пациенту лечение поможет. Безусловно, к сожалению, неодевантная терапия, те препараты, которые используются, будь то, иммунотерапия или другие варианты лечения, она может иметь побочные эффекты, которые даже в случае наличия эффекта от лечения может приводить к ухудшению самочувствия пациента и невозможности проведения хирургического лечения в последующем. Таковы общие представления о иммунотерапии. Я попытался преломить их с точки зрения возможности использования иммунотерапевтических подходов для этих групп пациентов. Сейчас позвольте привести несколько примеров для того, чтобы продемонстрировать значимость этого подхода и активность его исследования в мировой клинической практике. В этом году были представлены данные неодевантного применения одного введения атеозрезумаба, это антипидиэлик-1, моноклональное антител. При этом, кроме исследования Принца, всего представил Менджемен Бессе из Института Густава Русси в Париже. При этом, кроме непосредственно самого введения, кроме интенсивнейшего поиска биомаркеров чувствительности к этому варианту изучения, кроме того, также были исследованы и факторы, которые позволили бы предсказать, достиг пациент полного пазомаркологического ответа или нет. Оценивалась активность опухоли различными функциональными методами, в частности ПЭТ-КТ, ПЭТ-КТ с галием. Оценивалось объективное уменьшение опухоли с помощью различных методов генологической оценки. Ну и, конечно, затем уже оценивался патомарфологический ревиз. И, к сожалению, выводом из этого исследования стало то, что ни один из имеющихся методов генологической оценки, не инвазивных методов оценки патомарфологического ответа, не позволяет нам предсказать полный патомарфологический ответ. А в одном из случаев на фоне иммунотерапии, сразу после проведения одного введения отезорезума, наблюдалось выраженное увеличение накопления радиофарапрепарата опухоли. Однако при патомарфологическом исследовании после выполнения хирургического лечения опухолевых клеток не было найдено. То есть это говорит о том, что мы сейчас пока не можем абсолютно точно интерпретировать эффекты, которые достигаются на фоне иммунотерапии с помощью имеющихся методов визуализации. К сожалению, недалеко не все попытки неодевантного использования иммунотерапистических препаратов оказываются успешными. Это другая инициатива, тоже из Франции. И здесь исследовался другой антипидиэль-1-ингибитор, другого МАП. Были получены неплохие результаты с точки зрения показателей бидрецидивной выживаемости, общей выживаемости, и у значимого количества пациентов были достигнуты патоморфологические регрессы. Тем не менее, к сожалению, исследование было прервано. И прервано по соображениям безопасности. У трех пациентов хирургическое лечение осложнилось неожиданными осложнениями и последствиями, которые могли быть связаны с введением до хирургического лечения иммунотерапевтического препарата. Что, к сожалению, поднимает повторно вопрос о полной безопасности этого подхода и, конечно, ставит нас в положение, когда мы должны идти на вот эти хирургические лечения в высокоспециализированных центрах, которые готовы к коррекции технических особенностей хирургического лечения. Другой областью активного изучения неодиумантного подхода является меланома. И здесь, надо сказать, несмотря на отсутствие больших рандомизированных исследований, большого числа пациентов, не включенных, на настоящее время здесь данные всего двух или трех небольших исследований второй фазы, суммарно около ста пациентов получали подобное лечение. Тем не менее, все они были нацелены на получение большого объема данных, в том числе объема лабораторных данных, которые позволили бы активизировать и как можно быстрее использовать этот метод в дальнейшем. Одно из этих исследований – это сравнение неодиумантных возможностей неодиумантного использования ниволумаба и ниволумаба. Оказалось, что и тот, и другой подход возможен. Безусловно, комбинированная терапия оказалась значительно эффективнее, чем моно-иммунотерапия. Видите, частота объективных ответов для комбинации 73%, для ниволумаба в моно-режиме 25%, при этом частота достижения полных патоморфологических ответов не настолько сильно, различается 25% против 45%. Ну и, безусловно, в связи с большей вероятностью достижения полных патоморфологических ответов различается и время до возникновения рецидива, оно точно так же выше в группе к комбинированным подходам. С точки зрения, опять-таки, с точки зрения факторов, которые позволили бы нам понять, кому из пациентов лучше делать ниволумаб, а кому лучше делать комбинацию, к сожалению, мы выявили только, авторы статьи выявили только усиленную инфильтрацию CD8-позитивными ответами, которая достоверна была в группе высших пациентов, которые ответили. Других достоверных маркеров, к сожалению, выявлено не было. Безусловно, крайне интересной инициативой было сравнение возможностей применения иммунотерапии до операции, и переоперационных, и одеванных. И, собственно, эта инициатива на настоящий момент продолжается. На настоящий момент идентифицирован наиболее оптимальный режим для использования неодевантной. Это режим невысокой дозы и прямомаба 1 мг, 1 кг, и 3 мг. Не былумаба, потому что он оказался наиболее оптимальным по соотношению эффективности и токсичности. При этом, так же, как и в предыдущем исследовании, результатом работы была демонстрация того, что те больные, которые достигают ответа на правом графике этой зеленой линии, они на фоне иммунотерапии вероятнее всего не будут иметь рецидива и вероятнее всего будут жить дольше. И следующий шаг это парологическое продолжение из предыдущих исследований о пациентах, исследование ПРАД, в рамках которого пациенты стратифицируются после проведения двух циклов неодевантной терапии и перимумаб 1 мг кг и не былумаб 3 мг. Дальше они стратифицируются на основании мапирования лепатических узлов на тех пациентах, у которых нет ответа, пациентов с частичным регрессом и пациентов с полным или почти полным регрессом на фоне неодевантной иммунотерапии. И в зависимости от достижения того или иного эффекта пациенты дальше получают одевантную терапию или пациенты выполняются геонарно-лимподисенция или пациенты дальше просто наблюдаются и таким образом избегают необходимости выполнения колечащей операции. Посмотрите на результат этого исследования. Частота объективных ответов в 45%. При этом, безусловно, видно, что у большинства пациентов выполнялось на фоне был достигнут тот или иной эффект. И надо сказать, что в рамках этого исследования было показано, что цит, равно как и при опухолях легкого, при меланоме кожи те методы рентгенологической оценки, которые мы используем в своей клинической практике, они недооценивают вероятность возникновения полного патомарфологического регресса, который наблюдался значительно чаще, чем полный патомарфологический регресс. Интересно, что в рамках этой работы пока представлены только предварительные данные о безопасности этого подхода и его влиянии на качество жизни, отдаленные результаты выживаемости. Мы пока не знаем. было показано, что из более чем 90 пациентов около 60 пациентов достигли полного или почти полного патомарфологического регресса. 59 пациентов избежали регионарной липодисекции. Посмотрим, почему это приведет с точки зрения показателей выживаемости. Но то, что однозначно можно сказать, это то, что качество жизни больных, которым не проводилась регионарная липодисекция после достижения полного патомарфологического регресса, вне всякого сомнения лучше, чем те пациенты, которые подвергались юридическому лечению. Безусловно, как я уже сказал, одним из важнейших элементов роли неводевантного лечения является исследование маркеров и исследование реакции организма на иммунтерапевтическое воздействие. И здесь было совершенно точно подтверждено в рамках одной из этих неводевантных работ то, что до операции опухоль, которая еще только начала взаимодействовать с иммунной системой организма в рамках экилибриума, эта опухоль, она по-другому отвечает на иммунтерапевтическое воздействие. И вполне возможно, это связано с числом антигенов, которые присутствуют в ней и которые сенсибилизируют иммунную систему к вот этой первичной опухоли, которая еще только появилась и никакому воздействию не подвергалась. А то, насколько эффективным может быть это воздействие, говорит другое неодевантное исследование. Одна доза антипедиалина ингибитора. И посмотрите, около 30% достигают определенного ответа. При этом 5 из 27 достигают полного патомофологического ответа, 3 из 27 глубокого патомофологического ответа. И в равной степени, так же, как и для опухоли легкого, обратите внимание, в том ситуации, когда достигнут эффект на фоне неодевантной инмунотерапии, эти пациенты живут. Пациенты живут без признаков прецедива заболевания. Возможно, это те пациенты, которые уже извлечены и не нуждались в проведении хирургического лечения. И безусловно, будущее за стратификацию пациентов неодевантные исследования, конечно, помогут нам в этом. Стратификация пациентов для повышения эффективности лечения. Это появление новых препаратов и интеграция уже существующих препаратов в неодевантные протоколы. Безусловно, это более прецизионные, возможно, молекулярно-генетические методы. Возможно, как с стратификации пациентов для дювантного лечения колоректальных опухолей, это на основании полного цитогенетического ответа, когда исчезает циркулья и решетка левитеринга. Возможно, это будет что-то еще. Но способность предсказывать полный патоматологический ответ, полное исчезновение опухолевых клеток на фоне неодевантной иммунотерапии, вне всякого сомнения, позволит для многих пациентов снизить объем хирургического лечения, а для отдельных пациентов возможно даже избежать в будущем. Поэтому вполне возможно в будущем переход иммунотерапии или иммунохимиотерапии на более ранние этапы практически наверняка приведет к изменению каких-то фундаментальных основ, на которые мы взаимодействуем, воздействуем на онкологический процесс. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Продолжение следует...